Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы хотим представить вам несколько игровых пособий Воскобовича на практике, так как мы играем с детьми младшего и среднего дошкольного возраста. Я вас приглашаю в сказку. В чистом поле вырос дом, всех зверюшек спрятал он. Дом ни низок, ни высок. Что за домик? Теремок. Коллеги, у вас на столе лежат квадраты Воскобовича. Пожалуйста, сделайте из них домок-теремок так, чтобы у коллег, которые сидят в первом ряду, был красный дом с зеленой крышей. А у коллег, которые сидят во втором ряду, был зеленый дом с красной крышей. А у детей мы спрашиваем, какого цвета крыша? Красного. Какой домик у тебя? Зеленый. Зеленый. У вас какого цвета крыша? Зеленого. Домик красный. Отлично. Стоит в поле теремок-теремок. Он ни низок, ни высок, ни высок. Вдруг по полю... Кто первый прибежал? Мышка. Мышка бежит. У теремочка остановилась и стоит. Коллеги, возьмите, пожалуйста, на столе икру-фонарики. Возьмите, подвиньте ее к себе. У вас на столах лежат схемы. С помощью схемы составьте изображение мышки. Составьте изображение мышки с помощью схемы. У детей мы спрашиваем, из каких геометрических фигур ты составляешь мышку? Круг. Круг какого размера? Большого и маленького. И два? Два маленьких. Еще какие фигуры используем? Треугольник. А где уши-мышки? Одно ухо. Вот. Понятно. Разного цвета. Отлично. Молодцы. Коллеги, стоит в поле теремок. Он ни низок, ни высок. Вот по полю мышка бежит. Вот теремочка остановилась и стоит. Заблянуть бы. Нет ли кошки? Да усесться бы на окошке. Но в том домике темно. Вечер уж настал давно. Будем мышке помогать. Будем фонарики зажигать. Коллеги, зажгите все фонарики с углами. Почему фонарики? Потому что вот эта игра содержит большие детали с окошками. Ребенок вставляет внутрь соответствующие маленькие формы. Если он вставляет красные фигуры, то у нас фонарик зажигается. Зажгите все фонарики с углами. У детей мы спрашиваем, какой геометрической формы фонарики вы зажгли? Какой геометрической формы фонарик у вас горит? У нас квадратный. Квадратный. Так, еще какие зажигаем? Прямоугольный. Прямоугольный фонарик. Еще какой зажигаем? Треугольный. Треугольный фонарик. Так, а у вас фонарик не горит. Если мы вставляем красный, то у нас фонарик зажигается. Еще какие нужно зажечь фонари с углами? С углами. Треугольный. Треугольный и прямоугольный. У детей мы спрашиваем, сколько геометрических фигур, сколько фонариков мы зажгли и каких геометрических фигур? Три. Три фигуры треугольного. Отлично. Помогли мышке заглянуть в домок-теремок. Мышка посмотрела, нету кошки. Значит, так тому и быть, будет мышка в теремочке жить. Стоит в поле теремок-теремок. Он не низок, не высок, не высок. Вдруг по полю кто бежит? Лягушка по полю скакала. Вдруг речку увидала. Только как ей быть? Речку надо переплыть. Сначала составим изображение лягушки с помощью схем из игры фонарики. Оставьте, пожалуйста. У детей спрашиваем, из каких геометрических фигур вы составляете лягушку? Круг и овал. А по размеру какие они? Один большой круг и два маленьких. Два маленьких. А овалы по размеру какие? Маленькие. Маленькие. А по цвету какие фигуры у нас? Разные. Зеленые и красные. Зеленые и красные. Молодцы. Как же лягушки переплыть через речку? И тут мы возьмем с вами вот такое пособие Лоскобовича. Называется кораблик Плюх-Плюх. Здесь в этом пособии пять мачт. Каждая мачта пронумерована. На каждую мачту входит определенное количество флажков. Главный на этом кораблике капитан, капитан гусь. Нужно слушать внимательно его команды и выполнять. Чтобы кораблик поплыл, нужно сделать, выполнить команды нашего гуся. Кораблик Плюх-Плюх. Захлестнула волна. Все флажки намокли. Нужно сушить флажки. Оденьте, пожалуйста, вот здесь такой шнурочек есть в этой игре. Оденьте, пожалуйста, на шнурочек все флажки, чтобы они высохли. Коллеги, флажки можно одевать через маленькое металлическое отверстие. Можно одевать через сам флажок. Тут же есть несколько вариантов заданий. Оденьте флажки, пожалуйста, так, чтобы между красным и желтым был зеленый флажок. Это уже на развитии логики. Чтобы между красным и желтым был зеленый флажок. Давайте, пока вы одеваете, я, наверное, буду дальше продолжать. Коллеги, можно одеть флажки разными способами. Можно одеть флажки лесенкой. Это все понятие Воскобовича, то есть по диагонали. Можно одеть флажки вертикальными рядами. Это в виде радуги. Можно одеть флажки горизонтальными рядами. Это морская тельняшка. Можно одеть в произвольном порядке. Это будет пестрое одеяло. Это все понятие Воскобовича. Для наших детей я использую другие задания. Не такие сложные. Надень на самую высокую мачту все красные флажки. На среднюю мачту все желтые флажки. На самую низкую мачту одень зеленые флажки. Сколько флажков мы одели на самую высокую мачту? Дети средней группы уже могут посчитать. Дети младшей группы говорят много. Сколько флажков поместилось на самую низкую мачту? Один флажок. Тут, конечно, множество всевозможных заданий для детей. Одень, пожалуйста, флажки на мачте так, чтобы самый нижний флажок на высокой мачте был красный. Или одень все флажки так, чтобы на второй мачте самый высокий флажок был зеленый. Также состав числа можно изучать. Сними все флажки с пятой мачты и заполни их флажками со второй и третьей мачты. То есть дети одевают два желтых, два белых. У них получается состав числа 5. Или 4 зеленых, один желтый. Состав числа 5 получается. До 5 состав числа можно легко выучить. Еще пространственные отношения можно закреплять. Допустим, оденьте все флажки так, чтобы красные и зеленые смотрели направо. Допустим, а белые были повернуты налево. Дети с удовольствием играют в эту игру. Помогают лягушке. Выполняют команды гуся. Отлично. Помогли лягушке переплыть через реку и попасть в наш домок-теремок. Стоит в поле теремок-теремок. Он не низок, не высок, не высок. Вдруг по полю кто бежит? Зайчик. Зайчик бежит. Теремочка остановился и стоит. Коллеги, с помощью схемы найдите схему зайца. Составьте изображение зайца из игры фонарики. У детей опять же спрашиваем, какие фигуры ты используешь, какие по цвету, какие по размеру. Круг, овал, большой круг, маленький круг, овал красно-зеленого цвета. Хорошо. С детьми мы проводим физминутку под музыку. С зайчиком мы просто пляшем. Стоит в поле теремок, он ни низок, ни высок. На следующий прибежал. Дорогу. Лисичка. Лисичка и волк. Рыщет волк в густом лесу. Ищет кумушку лесу. А навстречу тут лиса. Ох, хитрые ее глаза. А лиса по лесу бежала и гусы потеряла. Будем гусы собирать, будем лисе помогать. Коллеги, здесь несколько вариантов заданий. Первый вариант задания – это состав по схеме. Закрепляем геометрические фигуры. Название геометрических фигур. Развиваем логическое мышление. Следующее задание. Продолжи ряд. Это из игры «Лапчик» Воскобовича. Давайте я раздам. Кто-то выполнит такие задания. Есть более сложные задания. Кому не досталось задания, слушайте внимательно. В игре Воскобовича «Кораблик-плюх-плюх» есть вот такой шнурочек. Мы также нанизываем флажки, но говорим, что это бусины. То же самое. Можно на логику придумать задание. Одень, пожалуйста, бусы так, чтобы не было бусин одинакового цвета рядом. Одеваем все бусины. Также одеваем или через металлическое отверстие, или через сам флажок. То же самое мы можем придумать, что и с флажками у нас было. Одень, пожалуйста, флажки, одень, пожалуйста, бусины так, чтобы между красной и желтой бусиной стояла, допустим, зеленая или не стояла зеленая. С помощью вот таких вот схем можно делать то же самое задание. Вот с этими вот флажками говорим «Составь бусы» по схеме. Каждому ребенку на стол мы выкладываем схему. Вот у кого есть, можете составить. Какого нет, можете с доски взять схемку. Детям очень нравится помогать сказочным героям. Молодцы, помогли волку и лисе попасть в домок-теремок. Видно, так тому и быть. Станут в доме они жить, станут печку топить, станут рыбу ловить. А волк рыбу ловить не умеет. Давайте мы поможем волку и научим его, какие же рыбки можно ловить. С помощью игры «Фонарики» составьте силуэт рыбок. Можно детям дать схемы готовые. Можно детям дать пофантазировать. Можно говорить готовые задания. Допустим, возьми большой круг и маленький красный или зеленый треугольник. Большой круг у нас один зеленый, да? А цвет треугольника мы называем. Составь изображение рыбки. Дети фантазируют, они такие всевозможные рыбки составляют. И опять же мы спрашиваем, из каких геометрических фигур мы составили рыбки? Большой зеленый круг и маленький красный треугольник. А вам большой и треугольник маленький. Маленький зеленый треугольник. Два треугольника, один большой и один маленький. Научили волка рыбу ловить. Видно, так тому и быть будут они в теремочке жить. А кто последний пришел к теремочку? Медведь. Медведь пришел. И что произошло в сказке? Сломал. Сломал. Как же не хочется, чтобы медведь сломал теремок и нарушил дружбу зверей. До этого, за несколько дней, мы с ребятишками играем в театрализованные игры. И мы строим вокруг домочка-теремочка, забор. Спрашивая, что можно сделать, и дети легко говорят, давайте построим забор. Коллеги, подойдите, пожалуйста, к столу. Возьмите по одной досточке. Это игра волшебная. Восьмерка Воскобовича. Мы будем делать забор с вами. И досточки мы будем выставлять с вами в том порядке, в котором у нас стоят волшебные гномы. Радужные гномы Воскобовича. Первый гном Кохли, значит, какая досточка будет стоять? Просто вот с красного. Второй гном Охли, это будет оранжевая досточка. Третий гном Жели. Желтая. Желтая. Дальше Зелия. Зелия. Дальше Гели. Голубая. Селия. Синяя. И фиолетовая. И фиолетовая. Спасибо большое. Какой у нас красивый разноцветный забор получился. Но для позитивного конца сказки мы говорим, ребята, что у нас так и будет медведь жить на улице? Что можно сделать? построй иду. Тут, опять же, множество заданий. Можно сделать из игры фонарики. Можно сделать просто из разноцветной веревочки. Можно сделать из игры волшебная восьмерка. Дети просто предложили сделать из кубиков. А в этом наша сказка заканчивается. Спасибо вам за работу. Может быть, у кого-то есть вопросы? Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.